И от гнева его они придут к нему. И от дыхания его они погибнут. Камелот. 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 Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова я, Камелот Джи. Экспериментальный советский танк с реактивным двигателем до сих пор вызывает восторг за океаном. В случае перерастания холодной войны в горячую, советские танки должны были преодолеть немало болот. Но это было проблемой. Танки часто застревали. Болото могли преодолевать легкие танки ПТ-76. Однако они были слабо вооружены. Фантастический объект 279 был дорог. Проект танка на воздушной подушке слишком сложен. И так далее. Танковые конструкторы решили задачу кардинально. Они взяли ракетные двигатели от зенитно-ракетных установок и поставили их на борт танка, чтобы в случае необходимости подключать их для ускорения. К сожалению, управлять такими двигателями было практически невозможно. После запуска их невозможно было выключить. И танк не смог бы остановиться до полного выгорания топлива внутри ракет. Однако конструкторы на этом не остановились. Они установили турбореактивные двигатели на боевую машину пехоты БМП-1 и плавающий танк ПТ-76. Этот эксперимент позволил тяжелой боевой технике развивать большую скорость и, не застревая в грязи, легко преодолевать труднодоступную местность. Реактивные двигатели могли бы стать тем ответом, который искал Советский Союз, известный своей изобретательностью, чтобы улучшить проходимость своих танков. Но на практике вышла совсем другая история. Огромный расход топлива свел на нет дальнейшую разработку этого проекта. Другой вероятной проблемой была бы стоимость установки реактивных двигателей на танки при их массовом производстве. Танк с реактивной тягой так и не был реализован, но эта идея легла в основу перспективных разработок российских военных инженеров. В результате приобретенный опыт позволил создать легендарный реактивный танк Т-80 с газотурбинным двигателем. Разработанный еще в СССР танк Т-80 до сих пор остается рекордсменом во многих категориях. Но кто еще из танков может прыгать с трамплина на 14 метров, выполнять такие полицейские развороты? Кто способен заводиться на лютом морозе меньше, чем за минуту и разгоняться до рекордных 80 километров в час? За эти таланты и прозвали его летающим. Там под знойным небом Негой воздух полон Там под говор моря Древлют горе в облаках Все эти умения настолько полюбились нашим танкистам, что в Министерстве обороны решили дать восьмидесятке новую жизнь. Он пользовался большой популярностью в войсках, но из-за своей топливной прожорливости технику планировали списать. В наше время танк Т-80 получил вторую жизнь. Тяжелая машина с сокрушительной боевой мощью в результате модернизации обзавелась доработанным двигателем, в котором, благодаря разработанной системе автоматического стартера в генераторном режиме, резко сократился расход топлива. Эту версию реактивного танка отметили американские военные, считая его идеальным оружием при аномально низких температурах. Это единственный в стране танк с газотурбинным двигателем. Отсюда его знаменитая устойчивость к холоду. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом все. С вами был я, Камелот Джи. Хороших боев, хороших союзников. Не теряйте веры, друзья, и помните, у всего в жизни есть цель. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok